Доброе утро, уважаемые трейдеры! Пусть с вами информация по криптоиндустрии. Пока что что-то, скажем, суперского, что могло бы лечь в основу изменения наших ожиданий и обозначенного ранее тренда, больше направленного на оснижение, нет. Поэтому мы работаем с классикой, с привычным набором инструментов, которые и составляют основу нашей каждодневной, постоянной спекулятивной деятельности. Друзья, сегодня у нас день чуть более интересный по инфоповодам, чем минувшая торговая сессия. Сегодня мы с вами ждем отчет по инфляции в Англии. Я чуть позже вернусь к этому релизу, расскажу вам, что ожидать, почему эта статистика крайне важна для британской валюты, крайне важна для экономики Англии, и к чему этот отчет может так привести. Сегодня также, поскольку мы на календаре вторник, мы с вами ждем отчет от Американского института нефти и частная оценка того, на сколько же выросли запасы за минувшую неделю. Ну, безусловно, это разогревающая статистика. Нас больше интересует отчет о завтрашней торговой сессии, это данные от Министерства энергетики США. Это тоже статистика по запасам, по объему добычи, но, собственно, проводя параллель с недели минувшей, именно этот релиз стал разворотным для котировок нефти. Если все будет в соответствии с нашими ожиданиями сейчас, то есть запасы продолжат расти, а объем добычи показывает просто какую-то немыслимую прогрессию по динамике увеличения, тогда нефтянка у нас будет и дальше снижаться, или лучше даже сказать, ролировать, развивая медвежьи тенденции, которые нам и нужны, друзья. Мы, наконец-таки, с вами говорим о высокой вероятности тестирования поддержки в 60 долларов за баррель. Мы, наконец-таки, привязываем то, что происходит на рынке нефти, к тому, насколько может просесть рубль. И, наконец-таки, у нас, как никогда, вот эти целевые ориентиры сейчас близки. Ну, давайте тогда прям начнем с нефти, тем более, что у меня есть, действительно, что вам рассказать. Нефтянка продолжает снижаться. Мы с вами традиционно разбираем бренд. Подводя итоги вчерашней торговой сессии, можно сказать, что бренд снижается уже седьмую торговую сессию подряд, развивая все более и более глубокое нисходящее медвежье ралли. Клосс 62-65, сейчас торгуемся чуть получше, но это тоже по классике жанра. Обычно, скажем так, на премаркете котировки чуть восстанавливаются. Потом, по мере возвращения на рынок европейцев и, еще лучше, американцев, давление на этот инструмент возрастает. И мы наблюдаем развитие именно нисходящей динамики. Трейдеры, как и днем ранний, как и в прошлый четверг и в пятницу, то есть окончание прошлой недели, сейчас отыгрывают вот этот колоссальный рост нефтедобычи в США за очень короткий промежуток времени, то есть за неделю. Напоминаю, что мы говорим о приросте свыше 300 тысяч. Мы говорим о том, что Штаты потеснили Саудовскую Аравию по объемам добычи. И понимаем то, что, скорее всего, на этом они даже не успокоятся. В рамках вчерашней торговой сессии на рынке был еще один катаризатор для нисходящей динамики. Это доклад, можно сказать, администрации энергетической информации, управления энергетической информацией, либо по классике, еще часто говорят, Министерство энергетики США представило прогноз по росту добычи на ближайший месяц, то есть уже на марта ссылка сделана на сланцевую добычу. И, как и предполагалось, ну, лично я не сомневался, что по планам и прогнозам будут более высокие показатели добычи. Именно так и есть. Прогнозируется, что производство нефти на семи основных шельфов в месторождении в Штатах вырастет в марте на 110 тысяч. При этом по сланцевому объему добычи будет достигнуто планков 6,75 миллионов. Как только на рынке появился этот триггер, мы тут же увидели активизацию распродаж, поскольку этот отчет усилил еще негативную реакцию трейдеров, которая на рынке была сформирована и появилась после выхода еще пятничного отчета Baker Hughes, нефтесервестная компания по количеству нефтяных терминалов. Напоминаю, что число увеличилось на 26 единиц до 791 платформы. Это максимум с 2015 года. То есть у нас уже очень серьезные такие исторические сейчас рекорды. Но не то чтобы они исторические, но вы помните, скажем, в контексте нескольких лет. Я думаю, что мы можем делать отсылку на то, что мы сейчас работаем с новыми локальными максимумами. Соответственно, рост нефтедобычи будет продолжен. Это совершенно очевидный факт, потому что статистика Baker Hughes явно подтверждает то, что если больше платформ, которые специализируются на сланцевом бурении, соответственно, мы рассчитываем на более высокие объемы добычи. Какой вывод мы можем сделать, друзья, из того, что увеличивается объем добычи, из того, что есть предпосылки еще большего роста? Да и вывод, на самом деле, он может быть только один. То, что американские производители представляют страшную угрозу для потенциального баланса состояния на рынке, в который свято верят представители ОПЕК, хотя я думаю, что позиция их уже будет в ближайшее время изменена. Я сделал такую легкую отсылку на то, что производство в США будет увеличиваться. Это действительно так. Мы понимаем то, что штаты будут использовать все возможности и условия, которые на рынке есть для этой активизации. А это условия, высокие цены на WTI. И все равно даже при том, что цены находятся на многолетних максимумах, они ниже, чем на бренд. И у американских производителей есть, скажем, где и на чем расти в плане экспорта, потому что ихний сорт пользуется большей популярностью. Это такая же нефть, просто стоит дешевле. Конечно же, потребители делают больше акцента, крупнейший регион Европы, Азиатский, Техенский регион, именно на эту нефть. Поэтому мы видим, что и экспортные поставки США неуклонно продолжают расти и увеличиваться. Помимо того, что есть угрозы для балансового состояния, я предлагаю даже еще обратить внимание на еще один риск для рынка – это рост объемов добычи даже не только в США, мы вот в последнее время даже опускали прочих производителей вне ОПЕК. Но это делать не нужно, потому что вот подкрались совершенно другие ожидания сейчас и прогнозы, то, что добыча нефти в регионах вне ОПЕК может вырасти, друзья, в ближайший год, может быть, даже раньше, примерно на уровень в 2,35 миллиона. Чтобы вы понимали, почему это очень высокие показатели, потому что по тем же самым прогнозам роста спроса на нефтянку, мы видим и ориентируемся на цифру всего лишь в 1,7 миллиона. То есть сопоставляя то, сколько нефти будет произведено и выброшено на рынок, с тем, сколько нефти требуется мировой экономике, мы говорим о самом настоящем избытке, который может проявиться в ближайшее время, под ближайшим временем. Я говорю там не несколько кварталов, я говорю даже несколько месяцев. То есть это короткий такой промежуток по ожиданиям и перспективе. И, возможно, вот этот, получается, избыток примерно на 0,5 миллиона баррелей, он будет способствовать сохранению медвежьей одинайки. Мы видим, как администрация аналитической информации постоянно пересматривает прогнозы по росту добычи США. И все равно, несмотря на эти прогнозы, они не поспевают реально за теми показателями нефти добычи, которые все-таки, как статистика, появляются на рынке, то есть как должное, как реальности. И явные примеры доказательства этого последний доклад, то, что ориентировались на 11 миллионов баррелей по добыче нефти в своем штатах Америки только на середину 2019 года. И этот прогноз датируется двухмесячной давности. Сейчас мы видим то, что последние цифры и последние ожидания уже указывают на то, что штаты могут достигнуть 11 миллионов чуть ли не к середине этого года. Как только это случится, Соединенные Штаты Америки будут объяснить уже не только Саудовскую Аравию, но и Россию, и займут первое место по объему добычи. Друзья, тренд только начинается, самое главное его не упускать. Ну да, рынок может каким-то чудом развернуться. Что может произойти для того, чтобы рынок снова активизировался в плане роста? Ну, может быть, если ОПЕК вместо того, чтобы попробовать сохранить, скажем, ту долю, которая на глобальном рынке для них, исходя из активной деятельности США, становится все меньше и меньше, решили бы еще больше снизить объемы добычи. Ну, я думаю, что это настолько крайне мало вероятно, что проще говорить о том, что ФРС в этом году поднимет 50 раз процентные ставки, что в принципе быть не может. Поэтому я считаю, что лучше уж присоединяться к этому нисходящему ралли, оно только начинается и, скорее всего, в ближайшие недели зайдет ниже 60 долларов за баррель. Рубль держится недалеко от отметки 58. Я думаю, что тестирование планки в 60 откроет новый горизонт для данных валютных активов. Это не новые цели для нас. Мы, в принципе, живем рубль в районе 60 и полномерно к этой планке приближаемся. Доллар и японская иена. Особо интересного по, собственно, американцу и японской валюты сейчас отметить нечего, учитывая то, что торговая сессия в понедельник у нас обычно спокойная на какой-то фундамент. Но кое-какую информацию я все-таки для вас достал, друзья. Это вот решение Синзабы, которое, как вы знаете, является премьер-министром Японии, назначить, по сути, на повторный срок Кураду, который возглавляет японский регулятор. Ну, может быть, это будут обрамечивые выводы, потому что рано еще говорить о том, что будет. Но все-таки согласитесь со мной, что Курада – это сторонник и лоббист идеи мягкой экономической политики. И, собственно, решение, которое предполагает увеличение покупки облигаций для того, чтобы удержать таргет подоходности облигаций в районе нуля, это то, что было вдохновлено именно им. То есть мы говорим о Кураде как лоббисте мягкой экономической политики, и, исходя из этого, спокойны в плане того, что японская валюта системно-позиционно должна испытывать давление. И единственная причина, по которой японская валюта может чувствовать себя бодрее, то есть расти, это тогда, когда на рынке возникает паническое настроение. Вот явный пример с распродажами на американском фондовом рынке, когда трейдеры не знали, что делать, и решили запарковать свои капиталы в защите в облигациях, в франке, в японской валюте и в золоте. Ну, в общем, это традиционный набор защитных инструментов. Во всех других рыночных условиях, когда нету никаких форс-мажоров, когда рынок может отыгрывать классические рядовые отчеты, макроэкономику, у нас есть причина, которую мы должны продавать, собственно, японскую валюту. В целом, баррадоллар-йена держится выше сейчас отметки 108, котировки актуальные 108-58. Даже техники, которые следят за этой валютной парой, считают, что вот этот кластер поддержки, он довольно мощный, ниже пара вряд ли пройдет. Есть обновленный позитивный фонд для доллара. Во-первых, он связан с вчерашними прогнозами администрации президента США Дональда Трампа. По поводу экономического роста в этом году, он был пересмотрен с 2-4% до 3%. По инфляции ожидается 2,1%. Уровень безработицы продолжит снижаться с текущих показателей 4,1% до 3,9%. Я абсолютно уверен, что на эти ориентиры мы можем обоглядывать и мы также. Трамп опубликовал доклад. Это все следствие принятого плана и законопроекта о бюджетных расходах. В соответствии с этим докладом было отмечено, что в перспективе ближайших 10 лет на инфраструктуру будет потрачено свыше 200 миллиардов долларов. Это дороги, это гранты, это мосты, туннели. В общем, классическая инфраструктура. Мы тоже рассчитывали, что Трамп не остановится на своих предвыборных законодательных инициативах, но в плане обещания остановится, будет их реализовывать. И вот вслед за налоговую реформу мы видим то, что действительно будут расти расходы и на инфраструктуру. 200 миллиардов это нормальное начало. Мы, конечно же, ждали цифру в районе одного триллиона, но понимаем, что неоткуда сейчас взять таких цифров. Поэтому для доллара это, безусловно, поддержка, это то, на чем можно расти и нужно расти. Давайте ждать, когда доллар все-таки развернется и уже не будет работать с рисками низкого спроса на собственного себя, скажем так, исходя из рыночных хорс-мажоров, в категории которых относятся распродажи на фондовом рынке. Кто-то считает, что они уже завершены. Я думаю, друзья, что, возможно, распродажи не завершены. Может быть, мы можем говорить о том, что на рынке уже не будет такого панического сброса ценных бумаг. Но все-таки американский фондовый рынок, на мой взгляд, на какое-то время вошел в фазу коррекции. И по S&P она, скорее всего, продолжится до отметки в весом тысячи пунктов. Фунт против доллара. После распродаж прошлой недели, конца прошлой недели, которая стала следствием реакции на выход слабых данных по промышленному производству, сейчас мы вправе фокусироваться на очень важный такой переломный отчет для британца. Это данные по инфляции. Почему? Потому что, даже возвращаясь к промышленному сектору, но кто-то считает, что основная причина – это очередные трудности и перебои с работой нефтепровода Portis Systems в Северном море, который является очень незначимым для английской экономики. Именно поэтому промсектор просил там на 1,3%. Я думаю, что все-таки больше вклада в столь серьезный спад унесло низкие значения активности потребителей, низкие значения активности домохозяйства, которые отражают крайне низкий спрос на внутреннем рынке. И опять же, откуда здесь растут ноги? Я думаю, что проблема низкой потребительской активности, она уже неоднократно поднималась. У нас, собственно, на прошлой неделе прошло седание в Банк Англии, где британский регулятор подтвердил готовность действовать в более жестком ключе, повышая процентные ставки, потому что эта проблематика действительно очевидна. Трейдеры увидели в этом самый настоящий конкретный сигнал того, что это не просто разговоры, это практически подготовка рынка к предстоящим изменениям. И сейчас понимают то, что Банк Англии действительно будет повышать процентные ставки быстрее, чем прогнозировалось до этого. Если в ближайшие дни, точнее в ближайшие месяцы не произойдет улучшение экономической конъюнтуры, то есть ничего не случится в плане роста с сферы услуг, с промышленным производством, то ставку поднимут уже в мае. Сегодня, кстати, эти распродажи можно будет, скорее всего, поставить на холд, потому что я делаю очень большой акцент на данные по инфляции. В случае роста индекса потребительских цен там свыше 3%, ну или, по крайней мере, сохранения на планке 3%. Уверен в том, что резко возрастут спекуляции, связанные с тем, что Банк Англии просто обязан быть более агрессивным по изменению процентных ставок, потому что если они будут медлить, в конце концов, высокая инфляция будет и дальше тормозить и охлаждать активность потребителей, и создавать такое же давление на экономику, или, наверное, неправильно сказать, будет лишать экономику одного из основных драйверов и источников роста. Поэтому, друзья, лично я сегодня фонд активно покупаю, не сомневаюсь, что эта сделка принесет хоть какой-то профиль, потому что есть понимание, почему британец может вырасти сейчас в свете предстоящего релиза, и есть не только понимание, а даже убеждение, потому что именно так, ну и случится. В 12.30 этот релиз будет публикован совсем скоро, можно сказать, через 2,5 часа, если есть возможность, понаблюдайте, если есть возможность не только наблюдать, но и вас спекулировать, поторговать. Желаю вам удачи, друзья, я свою позицию озвучил. Американский фондовый рынок немного подрос, но, как я уже отметил, пока рано еще говорили копой и возвращаться к восходящей динамике. Вот, кстати, мы с вами пытали вчера объяснить, с чем связана распродажа на американской фонде, и говорили о том, что рынок труда, заработный вклад – это риск, который, в конце концов, будет стяжать доходность корпоративного сектора. Мы говорили о том, что тот же самый рынок труда – это хорошая базис для роста процентных ставок, более высокие банковские ставки – это тоже негативный момент для корпоративного сектора. И еще есть один аргумент, я думаю, что он абсолютно же неспособен. Это аргумент уже с оценкой доходности американских трежерс. Ну вот, если вернуться к инфляции, если вернуться к сильной статистике, мы понимаем то, что рынок долговых облигаций реагирует на них снижением собственной стоимости и ростом доходности. Соответственно, чем выше доходность облигаций, тем, соответственно, ниже спроса и привлекательность тех компаний, которые характеризуются высокой долговой нагрузкой. Но, как показывает практика, таковых компаний чуть ли не 40% в США, может быть, даже побольше. На мой взгляд, тоже неплохое объяснение, но все равно это, я думаю, лишь попытка придать хоть какую-то фундаментальную ценность той коррекции, которую мы наблюдали. В целом, еще раз напоминаю, что распродажи не случились только по одной причине. Рынок был настолько перегрет, что не сбросить его с этих макушек, на которые он оказался, было попросту нельзя. И вот эта техническая коррекция, я думаю, что техническое, это здесь ключевое слово, она была необходима, потому что рынок нуждался в разгрузке. Друзья, напоминаю, что из важных отсчетов сегодня у нас в 12.30 данные по инфляции и в 0.30 по Москве, то есть фактически ночью в среду мы с вами будем следить за статистикой от американского нефтепозапаса. Соответственно, завтра в 9.30 по московскому времени я жду вас всех в прямом эфире на брифинге, чтобы уже разобрать все интересное, что случится сегодня. Я уверен, что, как и всегда, нам будет о чем поговорить. По остальным идеям все без изменений. Будет новостной фон обновленный, будут и новые комментарии. Остается пожелать вам хорошей, удачной, прибыльной и дорогой сессии. Удимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok